Продолжение следует... ...параллельно. Есть прогресс, достаточно давно уже зарегистрированный, в том, что касается готовности правительства направить делегацию на конференцию Женевы-2 в соответствии с российско-американским предложением, который был 7 мая. Здесь в Москве выдвинутый, который предполагает созыв конференции с участием правительства и широкого спектра оппозиционных сил при поддержке внешних игроков, тех, кто участвовал в первой Женевской конференции в июне прошлого года, но не только их, потому что мы считаем, что все влияющие на ситуацию должны быть приглашены и представлены. И вторым аспектом этой договоренности является созыв конференции без каких-либо предварительных условий, кроме одного. Целью является полное выполнение Женевского коммуникета 30 июня 2012 года, который сейчас все рассматривают в качестве единственного на данный момент, по крайней мере, документа, в котором изложены все основные принципы, изложены в комплексе принципы, необходимые для прекращения конфликта, решения гуманитарных проблем и налаживания национального диалога с целью совместного определения с самими серийцами без вмешательства извне своего будущего, будущего своей страны, своего государственно-политического устройства, которое должно оставаться светским, которое должно обеспечивать межконфессиональный, межэтнический мир и обеспечивать равные права всем группам населения, включая меньшинствам. С этой точки зрения у нас позиция с американцами не изменилась. Мы заручились с согласием правительства на то, чтобы оно направило делегацию для участия в конференции именно на этой основе. Оппозиция, как вы знаете, все эти месяцы после выдвижения инициативы 7 мая в ходе визита Кема в Москву очень долго собиралась с мыслями, выдвигала массу предварительных условий. Сначала говорила, что не поедет на конференцию, пока Асад не уйдет. Потом стали говорить они, что нужно им изменить военное соотношение на земле, как говорится, в свою пользу, чтобы побудить правительство конструктивно участвовать в конференции, как будто правительство отказывалось. Оно с самого начала согласилось, как я уже сказал. То выдвигалось условий, хорошо, пускай Асад остается на момент СОЗовой конференции, но к моменту начала ее работы должна быть определена дата его ухода. Ну и теперь даже то согласие, которое в конце концов оппозиции под, как я понимаю, очень сильным давлением ее спонсоров на Западе и в регионе было наконец дано на участие в конференции, оно тоже не безусловное. Говорится прежде всего о необходимости сдвинуть с мертвой точки, как они излагают эту задачу, гуманитарную ситуацию, обеспечить гуманитарные коридоры с прикрытием. Все это очень похоже на давние требования о создании таких коридоров, о создании бесполетных зон без согласия сирийского правительства, для того, чтобы извне можно было по этим коридорам доставлять гуманитарную помощь, а как показывает практика, практически во всех случаях, когда такие коридоры создавались, по ним шла не только гуманитарная помощь, но и оружие, и деньги, и другие формы поддержки оппонентов режима. Кстати сказать, коридоры для снабжения отрядов боевиков всем необходимым для продолжения вооруженной борьбы существуют, они освоены, и если бы это было не так, то боевики давно бы уже обескровились. Но им есть чем воевать, запасы пополняются, поэтому, знаете, можно быть прагматиком в этом отношении. В принципе, нормы международного гуманитарного права требуют, чтобы гуманитарная помощь доставлялась исключительно по каналам соответствующего правительства, соответствующей страны. Но даже если абстрагироваться от этого, у меня вопрос к этим инициаторам, к инициаторам создания таких коридоров, вопрос очень простой. Вы же поставляете оружие и боеприпасы, и одновременно сокрушаетесь, что в районы, занятые боевиками, не поступает гуманитарная помощь. И гражданская насилия не страдает. Ну так направьте по тем же коридорам гуманитарную помощь. Да, это будет нарушение международного гуманитарного права, потому что правительство будет не вовлечено в этот процесс. Но если вы в любом случае уже нарушаете международные правы в том, что касается запрета на поставки вооружений негосударственным игрокам, в зоны конфликта тем более, то тогда не обращайтесь с упреками в отношении бездействия международного сообщества по поводу гуманитарного содействия этим районам. Это районы, которые вы контролируете. Кстати, гуманитарная тема сейчас выходит на передний план. Мы далеки от того, чтобы принижать ее значение. Народ страдает очень и очень серьезно. Огромное количество беженцев, еще большее количество перемещенных лиц внутри Сирии. Им нужно доставлять гуманитарную помощь. Мы это делаем по самым разным каналам. Буквально на днях был доставлен очередной самолет с медикаментами. До этого многократно осуществились рейсы с самолетами МЧС для доставки продовольствия, палаток и топительного оборудования тех же медикаментов и прочего необходимого для людей, которые оказались сорваны со своих мест. И одновременно мы вносим достаточно серьезные финансовые взносы через международные организации, такие как Всемирные продовольственные программы, чтобы помогать и перемещенным лицам внутренней Сирии, и беженцам, в частности беженцам в Ливане и Ордании, которые с трудом справляются с наплывом гражданских лиц из соседней Сирии. Мы перевели на эти цели только для беженцев в Ливане и Ордании не так давно 10 миллионов долларов, и будем эту помощь продолжать. Одновременно мы практически в ежедневном режиме работаем с сирийским руководством, подчеркиваем необходимость максимально открытого сотрудничества с международными организациями, которые в Сирии работают. Это и управление по гуманитарным вопросам ООН, это и управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный Красный Крест, который сотрудничает с сирийским обществом Красного Полумесяца. И когда 5 ноября в Женеве состоялась очередная российско-американская встреча с участием специального представителя по Сирии Брахими по подготовке Женевы-2, мы после этой встречи провели также контакты с другими постоянными членами Совета Безопасности, представителями Франции, Китая и Великобритании, а также с представителями Лиги Арабских Государств Турции, чтобы пробрифинговать их о том, как видится на данном этапе круг вопросов, необходимых для решения с тем, чтобы конференцию созвать. И после этого мы провели специальную встречу, куда пригласили представителей всех гуманитарных организаций, работающих в Сирии. Это был как раз период, когда остро, почти на грани истерики, зазвучала тема эпидемии полиомелита в Сирии, и в принципе гуманитарный кризис раскручивался в политическом пространстве весьма и весьма надрывно. Мне очень понравилось, как реагировали гуманитарные агентства на вопросы, которые им задавали участники той встречи. Они не паниковали, они говорили, что они профессионалы, что они работают в Сирии, что они прекрасно видят те задачи, которые нужно решать, и количество тех людей, которые нуждаются в содействии, формы такого содействия, маршруты доставки, помощи. И по этим вопросам они находятся в ежедневном контакте с сирийским министерством здравоохранения, с другими сирийскими структурами. Да, далеко не все решается сразу, но в целом они выразили удовлетворение взаимодействием с сирийскими властями и подчеркнули, что неизмеримо большее количество проблем в работе гуманитарных агентств на земле в Сирии создают боевики. Вы знаете, что там нет единого командования, там около сотни, как минимум, различных групп, включая отъявленных террористов, которые включены в соответствующие списки, в том числе и западных стран. Джабхат Ан-Нусра, Исламское государство Ирака и Леванта, они связаны с Аль-Каидой. Цел ряд других группировок помельче, которые тоже не подчиняются никому. Есть у них какие-то каналы снабжения из-за границы, без этого не бывает. Но картина очень пестрая. И немало случаев, когда эти боевики вступают в боестолкновение то с сирийской свободной армией, так называемой, которую считают военным отрядом национальной коалиции, то между собой начинаются у них стычки. И, в общем-то, караваны с гуманитарной помощью становятся интересующей их добычей. Поэтому гуманитарное агентство зафиксировали свои оценки, которые заключаются в том, что да, надо решать сложности на пути доставки гуманитарной помощи, но на данном этапе основные сложности создают именно боевики. И вот то, что оппозиция сейчас, давая согласие на участие в конференции, обусловливает это каким-то прорывом на гуманитарном фронте, ну, несколько удивляет и вызывает озабоченность, потому что, если ждать создания идеальных условий, то конференция никогда не соберется. Наша логика, и мне показалось, что Джон Кири ее разделяет, заключается в том, что, да, конечно, нужно искать пути повышения эффективности гуманитарных операций ООН и других гуманитарных агентств, но это ни в коем случае не должно быть предварительным условием СОЗОВа конференции, потому что, в конце концов, на повестке дня конференции, как это определено еще на первой Женевской встрече в июне прошлого года, будут и гуманитарные вопросы, там будут и вопросы прекращения насилия в принципе, там будут и вопросы политического диалога, освобождения политзаключенных и, наконец, формирования так называемого переходного управляющего органа на основе общего согласия правительства и оппозиции. Поэтому, если мы будем постоянно вбрасывать в качестве высшего приоритета реагирование на какие-то симптомы конфликта, мы можем никогда не добраться до его сути. Это знаете, как на прошлом саммите «Восьмерки» в Лохерне в июне этого года британское председательство вынесло на самый первый план, в первый пункт политической декларации министров иностранных дел тему прекращения сексуального насилия в ходе вооруженных конфликтов. Ну, все согласились, потому что действительно, наверное, это плохо, и спорить тут не о чем. Но в ООН эта тема уже обсуждается, равно как обсуждаются и проблемы детей в вооруженных конфликтах, проблемы женщин в вооруженных конфликтах, в целом проблемы гражданского населения в такого рода кризисных ситуациях. Но, повторю, это все разговор о симптомах. Это означает, что мировое сообщество допускает продолжение самих кровопролитных кризисов и готовы лишь смягчать их гуманитарные последствия. А мы все-таки хотим попытаться переменить эту логику. Мы, кстати, лет пять назад еще в ОБСЕ внесли предложение о том, чтобы согласовать для начала на уровне общеевропейской организации перечень критерий, в которые обязаны соблюдаться в подходе к любому конфликту. Нам тогда сказали, что все конфликты разные, но мы и не пытались сделать некую универсальную схему, которая в единообразном виде была бы применима всюду. Но там были зафиксированы основополагающие принципы, такие, как любой конфликт может быть решен только на основе национального диалога с участием всех политических, этнических, религиозных групп соответствующих государств, что не должно быть вмешательство извне, что должна уважаться территориальная целостность, должна уважаться суверенитет соответствующего государства и так далее. И что проблемы гражданского населения всегда должны быть на первом месте. Мы будем эту работу продолжать по продвижению этих принципов. Они полностью отвечают логике и нормам устава Организации Объединенных Наций со основополагающих документов ОБСЕ. Думаю, что наше предстоящее предстоятельство «восьмерки» создаст еще одну возможность для того, чтобы сдвигать ключевых мировых игроков в сторону согласия по ключевым нормам урегулирования конфликтов. Обязательно включить туда надо и норму о том, что в любых конфликтах нельзя блокироваться с террористами. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем в рамках так называемой «арабской весны», отражает логику конъюнктурную, когда некоторые наши партнеры делают выбор в отношении того, на кого ставить, руководствуясь не интересами глобальной безопасности, региональной безопасности, а своими геополитическими соображениями, которые вступают в противоречие с задачами всеобщего регулирования. Возьмите Ливию, где НАТО вмешалась, где НАТО вооружило противников режима Каддафи и противники Каддафи. После того, как его совершенно бесчеловечно, с ним расправились бесчеловечно, эти ребята сейчас по северной, и даже не только северной, но и южней части Африканского континента, и в Мали, и в Чаде, и в Центральной Африканской республике создают проблемы. А теперь они еще начинают друг с другом воевать за власть, за зоны влияния уже внутри самой Ливии, включая столицу. Вы знаете ситуацию с нашим посольством в Ливии, и мы ждем, когда власти, мы поддерживаем тесный диалог с ливийскими властями, считаем, что у них абсолютно искренние намерения, у них правильные планы, правильное видение ситуации, но они не в состоянии контролировать даже свою столицу. Сергей Ильич, я прошу, что я тебе переверну, извините, я от Влада понял, так ему хотелось знать новости, подробности разговора. Было ли что-нибудь новое вчера в телефонном разговоре с Керри, если я правильно понял, Владиславом? Ну, я уже сказал, что по Сирии мы подтвердили, что мы привержены той изначальной концепции, которую изложили 7 мая, что должны все приехать на конференцию, прежде всего сами сирийцы, без каких-либо предварительных условий. Правительственная делегация готова, делегацию оппозиции сейчас пытаются сколотить, с национальной коалицией, которая в свое время была создана, в сути дела, из инициативов, и которую провозгласили многие страны, Лига Аравских государств, единственным законным представителем сирийского народа, хотя она даже далеко не все силы оппозиции представляет собой. Эта группа, как я уже сказал, наконец заявила о своем согласии приехать, но не без условий. И я хотел вчера прояснить, и Сан Кирилл мне это позитивно прокомментировал, что американская позиция не изменилась, и мы все равно будем добиваться того, чтобы сирийцы сели за стол переговоров, и там уже пускай они друг друга выдвигают любые требования. И касательно необходимости срочно решить какую-то гуманитарную проблему, тем более, что сейчас, кстати, курдский город Африн блокирован боевиками, и туда не поступает ничего, ни продовольствия, ни медикаментов, ни топлива. И второй, конечно, момент, что нужно выполнить договоренность, зафиксированную в Женевском коммунике прошлого года и в резолюции сайта безопасности 2018, которая одобрила программу химического разоружения и одобрила СОЗО в конференции, договоренность о том, что в диалоге должен участвовать весь спектр сирийского общества. И с этим пока не очень тоже все понятно. Коалиция очень хочет, чтобы все пришли под ее зонтик, но для этого необходимо, чтобы зонтик был конструктивным, даже не столько зонтик, сколько платформа, на которой коалиция стоит. До недавнего времени их объединяло только желание сместить режим, а вот конструктивные программы для Сирии, на основе которой они построили свою, если хотите, выбранную кампанию, пока мы не видим. И те группы, которые не входят в коалицию, но которые оппонируют режим Асада, они именно на это обращают внимание. Недавно согласилась одна из курдских организаций участвовать в коалиции, но на условиях, что у них будет там достаточное количество представителей, чтобы они могли влиять на выработку той платформы, которая неизбежно нужна для переговоров. Сейчас идут контакты между национальной коалицией, вот этой внешней оппозиционной силой и национальным координационным комитетом. Это внутриполитическая позиция Сирии, которая состоит из людей, никогда никуда не уезжавших, остававшихся в своей стране. И у них тоже есть свои взгляды на урегулирование. Они, в частности, готовы без каких-либо условий садиться за стол переговоров и понимают необходимость поиска компромиссов. В принципе, и я тоже сказал об этом Джону Керри, у нас ведь есть контакты со всеми оппозиционными группами, включая с национальной коалицией. Совсем недавно на днях мой заместитель Михаил Богданов имел с ними контакт в Стамбуле. У нас есть все-таки ощущение, что постепенно позиции тех, кто поначалу в штыки воспринимал саму идею политического регулирования и делал ставку на военные решения, становятся более реалистичными. По крайней мере, если сравнить позиции годовалой и давности, это абсолютно небо и земля. Так что будем продолжать работать. Мы также условились, что очередная встреча российских и американских экспертов с Брахими, с последующим участием других представителей постоянных соцсетей безопасности с подключением, возможно, как это было на встрече 5 ноября представителей Лиги Арабских и Гусей Турции, состоится 25 ноября в Женеве. И там, в зависимости от того, как будет продвигаться, как будет выполняться домашняя работа, если хотите, наших западных партнеров, по убеждению оппозиции в отказе от предательных условий, можно уже будет говорить, я надеюсь, и о примерных сроках проведения конференции. Есть шанс ее организовать до конца года, условились с Керри делать все, чтобы так и произошло. Ну и второе, поскольку Владислав спросил еще и о иранской ядерной программе, да, мы обсуждали и иранскую ядерную программу, в свете тех результатов, которые принесла недавняя встреча министров иностранных дел группы 3 плюс 3 в Женеве вместе с иранским министром, мы затвердили одно общее понимание, потому что вокруг тех результатов было много кривотолков, делались заявления о том, будто 3 плюс 3 выдвинули единый документ, который был отвергнут Ираном, мы уже комментировали некорректность подобной интерпретации того, что в Женеве произошло. Вчера зафиксирована в нашем разговоре правильная интерпретация. Был документ, который обсуждался, и были поправки к этому документу. Вот это и является сейчас основой для дальнейшей работы, которая возобновится 20 ноября в Женеве на уровне политических директоров вместе с руководителем этого процесса, высоким представителем Евросоюза Кати Эштон, и, конечно, с участием иранского министра иностранных дел. В зависимости от хода работы мы подтвердили, что будем готовы, как и в прошлый раз организовать министерский сегмент этого мероприятия для того, чтобы посмотреть, есть ли у нас основы для согласия. Я разделяю оценки, которые Джон Кирилл высказал, что мы должны не упустить этот шанс, потому что все шаги, которые Иран готов зафиксировать в качестве своих обязательств, они весьма и весьма существенны, и они идут в направлении требований мирового сообщества, причем гораздо более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это касается, прежде всего, прекращения обогащения свыше 5% и ограничения мощностей по 5% обогащению определенными параметрами. Я не буду сейчас даваться в детали, это предмет переговоров, но не могу не прокомментировать некоторые критические высказывания в отношении всего этого процесса, которые сейчас звучат из региона и извне его, что этот процесс будет исторической ошибкой и приведет к тому, что Иран выиграет время для создания ядерной бомбы. это оценка, во-первых, она оторвана от реальности, потому что в Женеве Иран был готов пойти, как я уже сказал, быстрее и дальше, чем те шаги, которые его призывала сделать группа 3 плюс 3 еще в начале этого года. и во-вторых, подозревать Россию, американцев, других участников процесса в том, что мы будем непрофессионально согласовывать документы, упуская спрятанные в них риски для режима нераспространения ядерного оружия, но это значит просто не уважать наши интеллектуальные способности и наши твердые политические принципы, которые не допускают каких-либо действий, которые ведут к распространению оружия массового уничтожения. Так что будем надеяться на конструктивный ход предстоящего жилья мероприятия. Вы сейчас упомянули о Ливии и в связи с этим хочется заметить, что сильно в последние буквально месяцы, я бы сказал так, профессия дипломата стала не только трудна, но и опасна, рискованна. С Ливией понятно, посольство эвакуировало, и вдруг тихая, мирная оказалась Буголандия, два неприятных исключительных инцидента. Ну и то, что произошло совсем недавно в Варшаве, меня заставило вспомнить здесь и Грибоедовские имена, скажем, имена того же Ирана в конец 90-х годов. Это было просто страшное националистическое шествие, и оно вообще-то производило впечатление. Как вы думаете, мы пока реагируем на подобное, я называю это ЧП, мы реагируем ноутом. А может быть, следует сделать следующее, поставить к примеру, может быть, американцев усилить охрану территории наших депрессий, посольств, может быть, собственным силам имеется, может быть, теперь закон о том, что мы можем действовать на чужой территории, может быть, спецназ, я не знаю, вы об этом не думали? Думаю, конечно. У этой проблемы есть несколько срезов, и, наверное, главная причина, ведь любой процесс, он начинает с каких-то мыслей, которые кому-то в голову вбивают, из той головы где они появились, и если посмотреть психологически на возможности вот так завести толпу, в том числе при полном игнорировании статуса дипломатического учреждения, то я усматриваю в этом прежде всего результат многолетнего активного расшатывания основ современного международного права. Так было в бывшей Югославии, когда в нарушении и устава ООН, и в нарушении основополагающих принципов ОБСЕ одного из членов ОБСЕ, другие члены бомбили без всякого юридического основания. Так было в Ираке, так было в Ливии, и потом продолжаются дискуссии о том, как сейчас надо воевать, ведь есть все-таки международные гуманитарные права, которые во многом посвящены законам ведения войны щадить гражданское население. Но начиная с Ирака, по-моему, да нет, еще с Югославии начиная, стали вводить термин побочный ущерб. Мы бомбили легитимный объект, а то, что там погибло несколько гражданских лиц, ну, бывает. Коллекторал демич, как они говорили. Но это мне напоминает, как одна крупная держава говорила, что нужно разжечь мировой пожар, но пусть одна половина человечества погибнет, но зато вторая вкусит радость эксперимента. Это, конечно, вещи разного порядка, но менталитет примерно один и тот же. Беспилотники, их использование ведет к множественным ошибкам, которые выражаются, цена которым человеческие жизни, то по свадьбе ударят, то по каким-то мирным жителям, которых припринимают за террористов или их пособников. И вот это легкое отношение к международному праву, придумывание всяких концепций, которые никаким образом не относятся к принципам устава ООН, типа ответственность по защите. Вот где-то кого-то правительство обижает, мы обязаны защитить этих кого-то. Вот защищали гражданское население. Классический пример, когда грубо извратив мандат полученный от Света Безопасности по обеспечению бесполетной зоны, натовцы просто вмешались в войну, которая шла на земле под флагом защиты гражданского населения. И сколько там гражданского населения погибло от натовских снарядов, никто считать не хочет. Кстати, ответственность по защите это такая тема, если уж ее всерьез обсуждать, то мы задаем вопрос, это право или обязанность? Потому что ее сторонники, сторонники этой концепции говорят, когда геноцид, когда военные преступления, терпеть нельзя. Наш вопрос, есть ли страна богатой природными ресурсами оказывается подобной ситуации и нам заявляют наши западные коллеги, что нельзя терпеть и внедряются либо с воздуха, либо наземными даже войсками. И если параллельно бедная страна, где происходит то же, как они говорят, притеснение народа правительством, взывает о помощи и ничего не происходит, то это получается война по выбору. Это уже есть какое-то меню, из которого ты можешь выбирать. А если говорить, что это обязанность, то где критерии вмешательства? Сколько жертв среди журналистов населения является терпимым уровнем? Сто тысячи. Это бессмысленное занятие. Как только начинаешь говорить с ними такими конкретными категориями, у них нет аргументов. Поэтому мы настаиваем на том, что единственные случаи, когда легитимно применяется сила, это два случая, зафиксированные в уставе ООН. Самооборона, индивидуальная или коллективная, и по решению Совета безопасности ООН. Кстати, та же концепция ответственности по защите обсуждалась в 2005 году, потому что тогда были споры, что это благо для мира или надо еще подумать, и была принята декларация, в которой записано, да, когда совершаются преступления и геноцида, преступления против человечести, мировое сообщество имеет право вмешаться, в том числе силовыми методами, и дальше внимание, по конкретному специальному решению Совета безопасности. То есть и эту концепцию в итоге консенсусом подвели под те принципы, которыми руководствуется безопасность. Теперь возвращаясь к тому, как вот этот вот вот этот рост примеров вольного отношения, пренебрежения даже к международному праву влияет на ситуацию вахнут дипломатических представителей. У нас были случаи, правильно сказали, в Голландии, были случаи и в других местах в посольстве в Ираке в середине 2000-х годов пять наших сотрудников были украдены и казнены. И вот в Катаре не все так что. В Катаре, да. Но в том, что касается польской ситуации, я вчера смотрел новости, потому что мне тоже это интересно, как это комментируют и у нас, и за рубежом. И один из комиссаров германской полиции, который отвечает как раз за безопасность дипломатических учреждений в Берлине, он сказал, что в случае, если бы германская полиция получила запрос на демонстрацию по такому маршруту, который опоясывает посольство крупной страны, он не сказал, что это обязательно должна быть то Россия, быть то Китай, быть то любая другая практически страна, то они бы этот маршрут не разрешили и направили бы демонстрантов альтернативным путем, который не создавал бы риска прямого соприкосновения этой толпы с оградой дипломатической миссии. Мы оценили реакцию польского руководства, были принесены извинения публичные, но это было направлено, оценили и заверение, что они повысят внимание к обеспечению безопасности нашего посольства, хотя накануне этой демонстрации мы ведь предупреждали и полицию, и другие соответствующие структуры наших польских коллег о том, что это очень рискованные затеи. Просили усилить охрану, но нам сказали, что все будет в порядке, но в порядке ничего не оказалось. И третья часть вашего вопроса насчет своими силами относительно и современными средствами. Как бороться с людьми, которые ворвались на территорию нашего посольства в Ливию с современными средствами? В Ливии, я думаю, нет, а может быть где-то в Польше я вижу какие-то... У вас профессиональный есть опыт, нет? к счастью и к сожалению нет. Я просто был бы какой-то спецназ это было может устрашением нет? Во-первых, у нас за последние 10 лет взят курс на то, чтобы те, кто занимается охраной посольства были кадровыми сотрудниками пограничной службы ФСБ. До этого это было единичными случаями и в большинстве стран, особенно в малых странах это были гражданские лица, которые нанимались по контракту для работы в качестве дежурных комендантов это называлось. Они не вооружены. Это что? Нет, это ничего. Они сотрудники МИДа, временно нанятые сотрудники российского загранучреждения. А вот пограничники это люди, которые направлялись на загранработу в рамках прохождения воинской службы. В странах, где опасная военно-политическая обстановка, где криминал достаточно серьезные угрозы представляет, там у нас есть спецназовцы, в том числе и в Ливии, и в Ираке, и в ряде других стран, естественно, с согласием страны пребывания. Есть у нас план укрепления безопасности российских загранучреждений. Мы просчитали со специалистами, сделали это несколько лет назад, какой контингент сотрудников уровня спецназа нам требуется, пограничники и спецназ, так скажем. но это несколько сотен у нас сейчас в дефиците. Мы эти вопросы решаем, имеем принципиальную поддержку российского руководства, надеюсь, решим и финансовую сторону. субтитры, 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 субтитры,